В последние дни рынок непрерывно рос и многие сейчас аналитики уже ожидают коррекции. Ну и в том числе я ожидаю коррекции и сейчас я заложился на эту самую коррекцию по самой не балуйся. Что я сделал, сейчас расскажу. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Последнее время рынок непрерывно рос вверх. Это так называемое рождественское ралли. Оно обычно начинается в конце года и длится примерно до середины января. Давайте посмотрим на график индекса РТС, как он был в прошлом году, год назад, до ковидное время. Вот сейчас вы видите график индекса РТС дневной за прошлый год. Смотрите, вот он. Вот рождественское ралли в прошлом году было. Начиная буквально с начала декабря, прямо все перло вверх. Оно так обычно идет. И оно закончилось, мы видим, 21 января год назад ровно. И, ну там, коронавирус появился, там, какого-то коронавируса появился, там, 14 января. Примерно начали, там, закрывать границы. И вот пошли падения. Потом, значит, ФРС снижала ставку очень агрессивно. Вот здесь вот. Ну, потом начали печатать деньги уже, вот здесь уже. И пошло восстановление. Что у нас сейчас? Давайте масштаб меняем, 4-х часовой ставим масштаб. Посмотрите, что сейчас. Сейчас, вот он, ноябрь. С 20 ноября мы наблюдаем рост. Потом дальше рост, 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 рост. И вот он, конец года, рост. Вот здесь у нас 18 декабря достаточно здорово упал индекс. Но потом прямо вот рост буквально по прямой линии. Вот здесь и здесь. Посмотрите, вот примерно одинаковый график. Да? Смотрите, вот он идет прямо по прямой. Да? А потом бамс, бамс падает. Вот здесь прямо вот вообще четко все. Двойная вершина, падение. И где-то здесь я заработал там, ну, удалось мне заработать на опционной стратегии за неделю удвоить сумму вложений. Вот. Это очень, очень, очень рискованная штука на самом деле. И сейчас, смотрите, вот что сейчас. Сейчас я график еще масштаб уменьшу. Вот так. Вот он. Вот вблизи смотрим. Я нарисовал. Вот оно, вот рождественское ралли как бы. Начиная с 21 декабря. Вот оно. Он идет вверх. Хорошо идет. И я по максимумам, так же, как недавно я рисовал в биткоине, по максимумам нарисовал вот такую вот линию. Видите, да? Дальше такую же линию параллельно я провел, ну, где-то примерно по минимумам. Здесь она не четко выраженная, потому что вот, ну, здесь ее надо бы вот повыше, например, да, поставить вот так. Потом она пробилась, снова вернулась. Но уже спустя какое-то время я решил ее поставить вот сюда. Но, то есть, смотрите, индекс находится в канале. То есть вот это вот канал. И это восходящий тренд. И ничего здесь не надо делать ни с акциями, ни с чем. Они растут. Что с ними делать? Все хорошо. Но когда-то, однажды, будет выход из канала. И я решил, что как раз вот в районе 20 января, точно так же, как в прошлом году, будет серьезный пробой канала и выход. И сегодня вот у нас 16 января, суббота, завтра 17. Ну, приближается, в общем-то сказать, выход, ну, 21 и выход из канала. Посмотрите. Ну, вот здесь вот явно была попытка пробоя этого канала. Она отбилась и снова пошел вверх. Индекс РТС продолжился рост. Смотрите, вот он пробило. Потом, значит, доходит до середины канала, даже выше. Потом, значит, опять упирается в верхнюю границу канала. Потом не доходит до верхней границы. Потом не доходит уже до половины. Вот здесь вот была попытка пробоя. И на самом деле вот здесь, вот 14 января, я где-то начал строить эту стратегию. Опционную, сейчас я вам ее покажу. И вот здесь уже можно считать, что пробой. Прежде чем я покажу то, что я сделал, я хочу вас предупредить. Ни в коем случае не пытайтесь повторить то, что я сделал, потому что, ну, я как испанский летчик, я очень сильно рискую. Очень сильно. Я отдаю себе в этом отчет, и я полностью контролирую то, что я делаю. А делаю я опционную стратегию. Вот, если вы ничего не понимаете в опционах, то прежде чем этим заниматься, ну, пройдите курс обучения. Ну, точно совершенно. Потому что иначе опцион это прямой путь, ну, просто к полному сливу депозитов. Ну, обычно, обычно у меня, следующая ситуация, обычно я делаю так, что у меня, как вы знаете, есть деньги, которые вложены в акции на российском рынке, есть деньги, которые вложены в акции в долларах на американском рынке, и есть какая-то часть, я обычно держу эту часть, 10% вот всех своих вложений на срочном рынке. Сейчас я попытаюсь изобразить это дело. Вот, смотрите, это все мои вложения. Это все мои вложения. И рисую 10%. Вот это 10%, которые у меня лежат на срочном рынке, все остальное разбито примерно у меня вот так. Вот это доллары, это рубли, а вот это срочный рынок Фордс. И я ничего принципиально не продаю, не продаю, но вот здесь вот я заложил стратегию опционную на падение рынка вот в этом диапазоне, вот в этой части. Но потом, когда вот он явно пошел на снижение, я решил очень здорово рискнуть. Каким образом? Я здорово влез в кредит. Вот смотрите, вот эта вот рублевая часть у меня, это акции. Я их не продавал, но я сделал следующее. Посмотрите, у меня открытие брокер, и я открыл, во-первых, отдельный счет для того, чтобы заниматься спекуляциями по другому тарифу. И поэтому есть перевод между счетами с моего обычного счета, вот этот, из портфеля фондовый рынок, там, где все мои акции, там, где все у меня акции, это тарифы, все включено, потому что, ну, по акциям там нормально, а срочный рынок там очень-очень дорогой. На другой счет, который я открыл, новый, я перевел деньги, вот эти, вот, в портфель срочный рынок уже, валюта рубли. Посмотрите, сейчас будет вот сумма доступна для ввода. Видите, ноль. Ну, потому что туда все переведено. А теперь вот я ставлю значок, вот этот вот. Сейчас мне доступно 28 тысяч. Ну, на самом деле, я перевел уже, ну, 200 тысяч на тот счет. Откуда они взялись, что значит вот этот флажок? Этот флажок значит, что я деньги взял в кредит под залог ценных бумаг. То есть, у меня вот здесь, на этом счете, на фондовом рынке, куплено разных акций и облигаций, ну, примерно на 300 тысяч рублей. Я под залог этих активов, не делайте так, взял деньги и перевел их на срочный рынок, вот на этот счет. Это, ну, я взял эти деньги в кредит, я прекрасно понимаю. Я не советую этим заниматься постоянно, но просто сейчас я очень сильно верю, что рынок упадет и на этом можно заработать. Поэтому я это сделал на короткое время. Как только деньги отобьются, тут же, как только это отработает все, я тут же все закрою и закрою все кредиты. Потому что кредит это, ну, там начисляется ежедневно процент, насколько я помню, там 16% годовых и каждый день мне начисляется 16 поделить на 365 за каждый день кредита. Поэтому здесь надо быть очень-очень осторожным. Ну, скоро я планирую пополнить счет и там частично погасить этот кредит. Ну, и я надеюсь, что все это дело выгорит. То есть, смотрите, я ничего не продавал, взял деньги в кредит и положил их вот сюда. Здесь у меня, я перевел сюда 200 тысяч рублей на срочный рынок. Вот вы сейчас видите их, ну, уже 225 тысяч. И я построил следующую стратегию. Смотрите, вот у нас, я начал ее строить вот здесь вот. Ну, тогда я еще не пополнял деньги и все росло, выросло до 150 тысяч. Здесь я, да, я здесь начал строить, потому что вот она пошла вниз. Я думаю, ну, все, пошло. Но оно не пошло туда, пошло вверх. Что я делал? Ну, вначале я купил там сколько-то опционов PUT. PUT купил вот здесь вот на 147 500. Это вот этих вот опционов PUT я купил. И я их давно купил где-то вот, ну, наверное, вот здесь вот еще. И они пошли вниз. Но эти опционы начали приносить мне убытки. Убытки, потому что индекс развернулся и пошел вверх. Он пошел вверх. И, ну, здесь я уже купил опционы COLL. Сейчас я покажу их. И которые начали расти. Я не помню, где, так сказать. Ну, как бы я понимал, что вот если он растет, то он вырастет ненадолго. То есть этот рост ненадолго. Я купил опционы COLL. И вот здесь вот я начал продавать опционы COLL со страйком 150 тысяч. Опционы COLL куплены у меня 152, со страйком 152 500. Вот смотрим сюда. Вот что я сделал с опционами COLL. Посмотрите. Дело в том, что опционы COLL вблизи страйка стоят очень дорого. У них самая большая временная стоимость. Об этом я рассказываю на курсе опционы. Подробно, очень подробно. Если вы ничего в этом не понимаете, только после курса смотрите это дело. Но здесь самая большая временная стоимость. А там сверху, он вне денег, там премия будет значительно ниже. Поэтому, поэтому я покупаю опционы COLL. Вот сейчас вот я вам покажу их. Вот они. У меня проданы, ну сейчас вот в настоящий момент, теоретическая цена 850 на проданные, на купленные 320. Если цена в результате окажется ниже, чем 150 тысяч на момент экспирации, то у меня останется разница между премиями вот за эти опционы. Видите, да? Разница между проданными опционами премии со страйком 150 тысяч и купленными опционами, которые я заплатил со страйком 152 500. Если они окажутся, обе вне денег, то есть если индекс окажется ниже, чем вот эта вот линия, чем 150 тысяч. То есть если он упадет, то я получу в результате, ну вот к текущему положению еще 19 тысяч рублей. Просто так. Опционы все исчезнут, у меня на счете будет 19 тысяч рублей. Но вот она вот красная линия. Эти деньги, они прибавляются так, ну потихонечку. Вот сейчас здесь, и потихонечку, потихонечку они, если снижается курс, то идет стрелочка влево. Если он повышается, то соответственно у меня будут убытки. Убытки у меня будут огромные в размере 70 тысяч рублей. Вот так. Вот. Видите, да? 79, ну и больше. Чем дальше, тем больше убытки. Это понятно. То есть если вырастет выше, чем 150 тысяч, то я очень здорово рискую в данный момент. И вот они у меня, колл минус 24 плюс 23. То есть практически колл спред. У меня стоит на покупку 24 колл. Вот он. По 280 рублей я его хочу купить, но он пока не купился. Я куплю его в понедельник безболезненно абсолютно. И будет классический колл спред. Это сверху у меня или с правой стороны. Что у меня с левой стороны? С левой стороны у меня все совсем по-другому. С левой стороны у меня все в процессе формирования. Я купил 44 опциона ПУД. Вот они, 44 опциона ПУД. Цена за них, за штуку сейчас 2000 рублей. То есть если цена окажется выше, чем 147 500, то я все эти деньги потеряю. Ну, видно, что на текущий момент я потеряю больше 80 тысяч. Но на самом деле здесь, ну так и есть на самом деле, 91 тысяча потерь будет. То есть тоже очень сильно рискую, если ничего не упадет. Ну, понятно, что я буду следить за этой стратегией. И понятно, что я постараюсь этого не допустить. Потому что до 21 числа, видите, 21.01 strike. Если ничего не упадет, то в общем-то я в хороших убытках. Я в хороших убытках. Эти убытки немножечко нивелируют стратегия на опционах колл. Но тем не менее, вот здесь, при цене между 150 тысячами, то есть между вот этой линией и вот этой линией, если окажется индекс РТС, то я теряю на текущий момент еще 72 тысячи. Ну, сейчас я в плюсе. Вот, я потеряю 72 тысячи. Но сейчас у меня плюс 15 тысяч. Ну, все равно 60 тысяч где-то я потеряю. Это неправильно. Я буду это, естественно, корректировать в понедельник уже. Вот. Что произойдет, если я... То есть, видите, как сильно я рискую. Что произойдет, если я все-таки угадаю движение индекса и он пойдет вверх. Но у меня, естественно, вот она вот, линия красная. Видите, красная, там голубая линия. Вот они идут вверх. Там 150 тысяч. Если индекс окажется на уровне 142 тысячи пунктов. Индекс РТС. То есть, ну, это вполне реально. Я заработаю тогда 150 тысяч. При текущей стратегии я ее немножечко буду видоизменять. Вот. Но вполне себе я рассчитываю вот на такие деньги. Потому что иначе зачем рисковать. Смотрим сюда. Сейчас мы находимся на уровне 147 500. Вот здесь видите, да? 1475. Ну, индекс РТС на бирже с ноликом стоит, потому что 10 штук. Вот. И на что я рассчитываю? Смотрите сюда. Вот она, линия. Я рассчитываю, что он упадет вот до уровня где-то 145. 145. Если он пробьет эту линию, если импульс будет очень сильный, на что я очень здорово рассчитываю, то он пойдет дальше к следующему уровню, который находится вот он буквально здесь. Видим, да? 138 600. Давайте вернемся. Значит, здесь 145 тысяч – это первый уровень, до которого я определенно совершенно надеюсь дойдет. У нас еще впереди почти целая неделя до четверга. А в идеале я хотел бы, чтобы вот такой вот был график. Вот первый уровень он пробил, вот второй уровень пробил. Вот здесь я заработал 100%, но здесь я не увеличивал, не рисковал. У меня было вот здесь вот 29 тысяч, а вот здесь у меня было уже 60 с лишним тысяч. Я 35 тысяч перевел в фондовый рынок. В чате я это прямо показал, все, что я делал, логику прямо в динамике, все. В чате, кстати, выпускников для курса по опционам, которые прошли, потому что они все это понимают. Теперь давайте смотрим еще раз. 145 тысяч и 138 тысяч, что у меня будет вот к этому моменту. Ну, конечно, загадывать не очень такая история, но тем не менее. Давайте посмотрим. Вот здесь мы напишем 138 тысяч, 138 тысяч, а вот здесь вот мы нарисуем 145 тысяч. Вот, если у меня будет 145 тысяч, то наиболее вероятно на самом деле, то доход в 100 тысяч текущая стратегия принесет дополнительно к тому, что есть. А если будет в районе 138 тысяч, то доход будет, ну, 283 тысячи. Вот здесь нарисовано. Вот такая история. Но при этом я очень сильно рискую. То есть, если индекс дернется вверх, то я буду здорово корректировать эту стратегию, и вряд ли мне удастся вывести ее в ноль. Если пойдет сюда, то, я надеюсь, еще и увеличить можно. Есть такие возможности. Вот такая история. Я рассчитываю. Почему я рассчитываю? Ну, во-первых, 20 число, конец рождественского ралли, во-вторых, 20 числа проходит инаугурация Байдена в Америке, и это приведет к каким-то изменениям. Там, возможно, готовятся провокации какие-то, чуть ли не вооруженные, там уже стягиваются войска к этому делу. Давайте посмотрим на индекс S&P 500. Вот он выглядит вот так. Он вообще просто, вот он, потолок, уперся и пошел на падение. Я надеюсь, что он будет падать. Еще один фактор – это нефть. Нефть тоже самая. Вот она поднималась, что приводило к росту индекса РТС. Но сейчас тоже нефть пошла на падение. Вот здесь вот она уперлась явно совершенно в какой-то уровень сопротивления. Если она его пробьет, то пойдет ниже. Ну, а если не пробьет, то пойдет выше. Но у нас сейчас основной фактор на фондовом рынке – это политика. И вот буквально завтра, 17 число, возвращается Навальный. Что там будет, я не знаю. Навальный – это основной оппозиционер. Говорят, там Путин трясется в бункере. Так это или не так, мы это увидим. Я подозреваю, что там будет огромная какая-то акция. То есть там есть уже куча народу, которые хотят туда поехать, во Внуково встречать Алексея Навального. И я тоже планирую, потому что я здесь живу совсем недалеко. Мне до Внуково ехать примерно час от Обнинска. Поэтому я хочу туда поехать, просто посмотреть, что там будет. Возможно, что-то удастся снять, хотя уже запретили это снимать. Ну, просто я хочу понаблюдать. Тем более, это будет в воскресенье. Ну, я считаю, что это, ну, как бы история творится сейчас. Поэтому я хочу за этим следить. Думаю, что на самом деле ему не дадут просто приземлиться во Внуково. Скорее всего, самолет перенаправят в Жуковский. Поэтому я просто развернусь и уеду. Вот. Я думаю, что его, ну, дальше уже понятно, либо арестуют, либо нет. Зачем арестуют, что будет предъявлять. Но я так подозреваю, что Запад будет предпринимать тоже какие-то меры, какие-то санкции вводить. И это повлечет за собой какие-то ограничения. И фондовый рынок может резко наш рвануть вниз. Если будут очень сильные телодвижения со стороны силовиков, то может быть, может быть, люди побегут скупать доллары. Если люди побегут скупать доллары, я буду в шоколаде. Потому что доллар тогда подрастет. А, соответственно, индекс РТС, который номинируется в долларах, упадет. И на этом я очень даже здорово заработаю. Ну, я бы не хотел, чтобы так было. Но надо просто быть прагматиком, конечно же, и использовать текущую ситуацию. Вот. Ну, и еще, ну, сейчас распускаются слухи, вы знаете, что Путин очень серьезно болен. И говорят, что он вот-вот может, ну, просто передать власть в управление уже новым каким-то либо преемнику, либо коллективному органу, госсовету там какому-то или еще что-то. Ну, изменения в конституциях. Что тоже очень-очень даже может быть. И потому что я смотрю последнее время на Путина, и он как-то, ну, действительно выглядит не очень. И в последнее время власть начинает делать глупости. Это плохой признак. И я думаю, что очень даже может быть, что будут серьезные какие-то движения. Мы входим в зону турбулентности. Может быть, все. Я подозреваю, что люди, которые находятся сейчас у власти, они хотят ее сохранить. И они будут сохранять ее совершенно зверскими способами, что приведет к бегству иностранных инвесторов из России. Их и так уже не так много. Но к чему приведет это бегство? К тому, что они сначала будут сдавать акции, акции начнут падать, но потом покупать доллар и доллар в результате подрастет. Ну, как бы непонятно, что будет, но будет какой-то вот такой вот серьезный турбулентностный, который я вполне собираюсь заработать. Вот такая история. На сегодня все. Следите за тем, получится у меня или нет. Я буду держать вас в курсе, как смогу, особенно если удастся заработать. Ну, а на сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. До встречи. С вами был Демятков Юрий.